В колонне были танки ПЗК ПФВВ «Пантера», но Григорий Пегов все равно решил дать немцам бой. Стоит отметить, что этот шаг был довольно смелым, если представлять себе, насколько разными были два этих танка. По массе «Пантера» превосходило советскую машину более чем в 4,5 раза. Советский легкий танк Т-70 был принят на вооружение в январе 1942 года. Производство этого легкого танка продолжалось до октября 1943 года, после чего было остановлено. Максимальная масса танка составляла 9,2 тонны, толщина лобовой брони до 45 мм, толщина бортов 15 мм, бронирование башни 35 мм. В движение танк приводило с парка бензиновых двигателей мощностью по 70 л.с. Каждый. Максимальная скорость танка составляла 42 км в час. Основным. Вооружением Т-70 была 45 мм пушка, 20к, танковый вариант знаменитой 45-ки. Практическая скорость стрельности орудия значительно отличалась от табличных значений, и, составляла всего 3,5 выстрелов в минуту, так как командиру вне самой просторной башни приходилось одновременно выполнять функции, и, заряжающего, и, наводчика. Орудие, прямо скажем, не с самыми выдающимися для 1944 года характеристики, но при грамотном применении, и, оно позволяло бороться с грозными немецкими машинами. На фоне Т-70 немецкая «Пантера» представлялась настоящим монстром. Этот немецкий средний танк вполне можно было назвать тяжелым. Машина весом 44,5 тонны отличалась хорошим лобовым бронированием, и, мощным вооружением. Толщина верхней лобовой детали составляла 80 миллиметров, при этом она была расположена под хорошим углом наклона. Лоб башни имел толщину 110 миллиметров, маска орудия 100 миллиметров. А вот бронирование танка с бортов было более уязвим, толщина бортов корпуса – 50 миллиметров, бортов башни – 45 миллиметров. Машина оснащалась двигателем мощностью 700 лошадиных сил, и, могла развивать максимальную скорость 46 километров в час. На танке была установлена 75-миллиметровая танковая пушка Кадаблыка-42 с длиной ствола 70 калибров. Данное орудие представляло опасность для всех советских танков. Снаряд, выпущенный из этой пушки, мог пробить легкий танк Т-70 насквозь. Казалось, исход боя 26 марта 1944 года должен был сложиться в пользу немецких 45-тонных боевых машин, отличавшихся отличным орудием, и, прекрасными приборами наблюдения, и, прицелами. «Пантера» действительно серьезно превосходила легкий танк Т-70 по всем параметрам, но бой все равно сложился в пользу Пегова, потому что он грамотно организовал засаду, и, раньше обнаружил противника. Младший лейтенант Пегов замаскировал свой легкий танк недалеко от дороги в кустах. При этом, уже обнаружив врага, он выжидал до последнего, подпустив противника примерно на 150 метров. Пегов, дождавшись, пока «Пантеры», идущий в голове колонны, подставит борта его танку с этого небольшого расстояния из засады Т-70, и, открыл огонь. Головная машина была поражена первым же выстрелом в борт, в результате чего танк противника загорелся, экипаж не смог выбраться из машины. После этого Пегов перевел огонь на вторую «Пантеру», и, добился повреждения ее ходовой части, у машины была сбита гусеница. После этого экипаж второй немецкой «Пантеры» ретировался с места боя. Остальные немецкие танки, полагая, что натолкнулись на сильную советскую противотанковую оборону, решили отступить назад. Таким образом, благодаря смелым действиям младшего лейтенанта Григория Пегова, который не испугался боя с немецкой танковой колонной, в голове которой шли танки «Пантера», удалось сорвать замыслы противника. Через несколько месяцев, в октябре того же года, Григорий Пегов вновь отличился. Будучи командиром взвода разведки своего танкового батальона, он одним из первых с боем сумел прорваться к берегу Балтийского моря в районе населенного пункта Каролинкой, Литовской АССР, и, помог обеспечить подход основных сил своей бригады. 24 марта 1945 года Пегову было присвоено звание Героя Советского Союза, помимо этого он был кавалером орденов Ленина, Красного Знамени, и, Отечественной войны первой степени, различных медалей. Некоторым обывателям подвиг экипажа танка Григория Пегова может показаться не таким уж геройским. Но важно понимать, что Пегов не испугался дать бой превосходящему численно, и, качественно противнику. Необходимо помнить, что первые же попадания немецкой «Пантеры» в Т-70 могло стать последним в жизни экипажа советского танка. Но Григорий Пегов все равно рискнул, вступил в бой. И, вышел из него победителем.